Друзья, много новостей, связанных с Америкой и снятия Байдена с президентской гонки, его исчезновения, его появления, заявления Трампа, Камала Харриса, своим рекордным сбором более 80 миллионов за 24 часа. Все это мы обсудим с Игорем Александровичем Яковенко, известным журналистом и ютуб-блогером. Игорь Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Игорь Александрович, ну на самом деле происходит в Америке детективная история. Байден то исчезает, то появляется, дает повод республиканцам требовать, чтобы он появился в течение 24 часов, иначе они будут считать, что он не жив. Далее спускаются флаги над Капитолием и Белым домом, но это связано с Конгрессвумен, Царствие Небесное. Ну и после этого появление Байдена, и конечно же сегодня поздно вечером по европейскому времени, около 8 часов, Байден публично будет делать заявление и публично представлять Камалу Харрис. Как вы оцениваете, как все эти события повлияют на Дональда Трампа и вообще на избирательную гонку в Америке? Ну естественно, это радикально меняет весь характер избирательной гонки, потому что продолжение участия Байдена в этом избирательном процессе просто, ну это была полная безнадега. Уже было совершенно очевидно, что Трамп фактически уже начинал обосновываться в Белом доме, как-то так подбирать мебель, менять ее после Байдена. То есть на самом деле он уже фактически принимал поздравления как 47-й президент Соединенных Штатов Америки. Он же 45-й, он же 47-й. То, что произошло в эти выходные, то, что Байден снял свою кандидатуру и сделал ставку на Камалу Харрис, это конечно полностью революционные изменения. Это породило надежды и уже буквально первый же всеамериканский опрос общественного мнения показал, что Камала Харрис еще не начиная фактически своей избирательной кампании, что называется ничего не сделала, только вошла, как в известном фильме сказано, только-только, так сказать, само объявление, что она может быть. Она еще не была выдвинута демократической партией и тут же с первой секунды она уже на два пункта опережает Трампа по общественным предпочтениям. Причем если там брать представление о том, кто является более адекватным, кто является более умным и так далее, то там Камала Харрис опережает Трампа на 10 пунктов. То есть на самом деле уже стартовое превосходство и откровенно говоря это, ну и вот эта вот реакция финансовая, причем вот эти 80 миллионов, они не от какой-то одной корпорации, это мелкие частные пожертвования. То есть на самом деле это все за короткие сроки, это абсолютный рекорд, все это показывает, что в общем-то потенциал, я бы сказал так, потенциал не столько может быть поддержки Камала Харрис, это еще впереди, потому что она действительно еще пока не очень показала себя в этой президентской гонке, а все 4 года, видимо в связи с какой-то договоренностью, она в общем была в тени, в тени Байдена, особенно не высказывалась, но во всяком случае мы не видели там ее громких каких-то публичных заявлений, но сейчас она выходит из тени и в общем это порождает надежду. То есть на самом деле уже первая вот эта реакция, понятно, что эта реакция не столько на поддержку Камала Харрис, сколько на нежелание видеть Трампа в кресле президента Соединенных Штатов Америки в ближайшие 4 года. Так что понятно, что все еще не закончилось, все еще только начинается, понятно, что Трамп и его команда, что называется, готовят ответный удар, но у них в общем-то таких вот очевидных каких-то серьезных новостей, то есть ну как понятно, что они будут пытаться перехватить повестку дня, но в основном все главные какие-то козыри были исчерпаны, потому что была отыграна сокрушительная победа Трампа в ходе дебатов, это очень важно, было блестящее совершенно поведение Трампа во время покушения, то есть он сработал как настоящий политик, он так сказать мужественно это все встретил и в общем-то ну с точки зрения эффекта от этого конечно был очень большой. был проведен так называемый съезд победителей республиканской партии, который больше напоминал такую секту второго пришествия Дональда Трампа, чем политическую акцию, но все это было блестяще, это отыгрывало, но все, а теперь вот первый же ход со стороны демократов, он опрокинул всю эту картинку, то есть уже Камала Харрис опережает. Очень немного в районе статистической погрешности, но знаете, статистическая погрешность в ту сторону куда надо, она дорогого стоит. Понятно, что вот обычные опросы, массовые опросы общественного мнения, они не являются критерием того, что кто побеждает вопросов, тот побеждает на выборах, потому что выборы в Соединенных Штатах Америки непрямые, и понятно, что зачастую результаты бывают такие, что народу, большинство американцев голосуют за одного кандидата, а президентом становится другой. Это особенность американских выборов, так бывает. Но для того, чтобы делать прогнозы, нужна более тонкая аналитика по штатам, по колеблющимся штатам и так далее. Но в любом случае интрига появилась, и это важно. По крайней мере, надежда, ну я нисколько не скрываю в том, что я считаю, что победа Дональда Трампа, это очень плохая история, плохая история для Украины, плохая история для евроатлантической цивилизации. Но сейчас появилась надежда, что этой плохой истории не будет. По крайней мере, надежда есть на это. Долгая аудитория, традиционно просим вас поставить лайк этому видео. Напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, ваш взгляд на оценку событий в Америке. Подпишитесь на YouTube-канал Игоря Александровича Яковенко и подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Игорь Александрович, я тоже подготовила тут некоторую информацию. Значит, вот советник по нацбезопасности Камала Харрис, его имя, значит, сейчас я найду, подготовлю. В общем, он кардинально отличается от Джейка Сальвана. Филипп Гордон, его называют ястребом с антироссийской и антикитайской позицией. Настолько сильный, что такое трудно найти у других, это американисты пишут. Это человек, желающий решительное и реального сдерживания России и Китая и способный это сделать. Он, Филипп Гордон, мужчина справа, до сих пор сердится и критикует администрацию Обамы, что она, например, не уничтожила осаду в Сирии 10 лет назад и не провела красную линию для России. Поэтому как только Харрис победит, ну если она победит, он станет советником по нацбезопасности, заменит нерешительного советника Байдена Сальвана. И самое интересное, Игорь Александрович, что вчера глава офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор именно с этим мужчиной, советником по нацбезопасности Камалы Харрис. О чем это свидетельствует, как вы считаете? Ну, во-первых, я продолжил вот эту линию, которую я начал, что Камала Харрис начинает выходить из тени Байдена. То есть сам статус вице-президента в Соединенных Штатах Америки, многие политики, которые занимали эту должность, должность вице-президента, весьма скептически и иронически оценивали сам этот статус. То есть это вроде как, ну такой человек, который сидит на скамейке запасных. Потому что основная функция вице-президента, все-таки самая главная функция, это то, что вице-президент это тот человек, который должен прийти на смену действующему президенту в случае какого-то форс-мажора. То есть это главная функция, которая прописана в Конституции, и в 25-й поправке Конституции Соединенных Штатов Америки, прописано, что это основная функция вице-президента. Но он еще возглавляет Сенат, но все-таки главная функция это то, что это такой, что называется, ночной директор. Это тот, кто приходит на смену, если что-то случается с президентом. Никаких полномочий там что-то определять во внутренней и внешней политике у вице-президента нет. И, в общем-то, вот все это время, все четыре года Камала Харрис, она честно выполняла эту теневую функцию, находясь в глубокой, густой тени Джо Байдена. Значит, сейчас она выходит из тени, просто, ну, поскольку она ведет избирательную кампанию, то фактически она, можно сказать, хотя она политик с опытом, она участвовала в выборах президентских, была прокурором, то есть, на самом деле, много чего она сделала в свои 59 лет, но, тем не менее, здесь она воспринимается именно как тень Байдена, а сейчас выходит из тени. И становится понятным, что, ну, уже, по крайней мере, есть некоторая информация о том, что будет замена в администрации президента, если Камала Харрис станет президентом. Но вот то, о чем вы сказали, то, что Гордон вместо Салливана, это ключевая, на самом деле, на мой взгляд, замена, потому что Салливан был тем человеком, который ассоциируется именно с этой осторожной политикой в отношении Украины, политикой, которая называется не допустить поражения Украины, но при этом не допустить и поражения России. То есть, эта политика, вот эта пипеточная помощь, эти запреты на нанесение ударов по российской территории, вот все это, то есть, что Украина должна воевать со связанными руками, стоя на одной ноге, это все, на самом деле, Джейк Салливан. И то, что вместо него будет более решительный, более такой ястребиный человек, это хорошая, очень хорошая новость, это добавляет аргументов, ну, мы с вами, я не знаю насчет вас, я точно не являюсь гражданином Соединенных Штатов Америки, я не голосую, но я болельщик, я болельщик, я этого не скрываю, хотя бы по той простой причине, что Соединенные Штаты Америки – это страна, которая очень многое определяет в мире, и она определяет в мире, значит, и в моей жизни, поэтому я имею полное право говорить о том, что мне не все равно, кто будет президентом Соединенных Штатов Америки. Мы все зависим от этого человека, который является носителем, ну, самой большой концентрации власти на планете, потому что Соединенные Штаты Америки по-прежнему остаются ведущей державой. Значит, и вот мы понимаем, что вот если говорить именно вот о некоторых признаках, то, что Камала Харрис – это будет хорошо для Украины, это будет хорошо для Европы, это будет хорошо для мира. Вот, ну, а все остальное покажет, насколько она в состоянии, насколько она в состоянии переиграть Трампа. Очень интересны будут дебаты, тут разная была информация. Да, Стивен Кинг сказал, что их не будет, но вопрос, откуда знает Стивен Кинг. Нет, здесь уже, насколько я знаю, поступило опровержение, что, ну, в любом случае, на самом деле, если их не будет, то есть, если Стивен Кинг прав, я не думаю, что он прав, потому что я с трудом представляю себе, значит, позицию Байдена, вернее, позицию Трампа, который откажется от дебатов. Вот, Камала Харрис, естественно, будет настаивать на этих дебатах и представить себе, что кандидат в президенты отказывается от дебатов – это как? Это, я думаю, что после этого вообще вести какие-то разговоры об избирательной кампании уже не придется. Я думаю, что в этой ситуации он просто проиграет в одну калитку. Вот, но, то есть, объяснить это невозможно. Значит, я понимаю, когда российский диктатор отказывается от дебатов, это понятно, так сказать, это, ну, просто поскольку в России выборов нет никогда и не было сроду никогда за всю многовековую историю нашей страны. Вот, а в Соединенных Штатах Америки такая позиция невозможна, в принципе. Поэтому дебаты будут, я в этом не сомневаюсь, и многое зависит от того, насколько, как эти дебаты будут выстроены. Это существенно. Не все, конечно, решают дебаты, но это существенно. Не надо забывать, что у Камала Харрис есть еще несколько ходов отложенных. То есть она, мы не знаем, кого она будет, ну, во-первых, надо дожить все-таки до съезда демократической партии, хотя, в общем, вроде бы как все предрешено, тем не менее, на этом съезде она должна, видимо, все-таки предъявить еще и своего кандидата в вице-президенты. И это тоже важно. То есть тут разные всякие слухи ходят, но я думаю, что тоже существенно, кто будет. Потому что вице-президент является активным действием, кандидат в вице-президенты является активным участником этой избирательной кампании. Игорь Александрович, интересный момент. Все американисты считают, что это обязательно будет белый мужчина возрастной. То есть пара вот Барак Обама-Байден, пара Байден-Камала Харрис, и теперь Камала Харрис выберет возрастного белого американца. Вот уже, кстати, социология американца, вот кто может быть виспрезидентом? Вот Марк Келли на сегодняшний момент, я так понимаю, 32 пункта занимает максимально. И вот он может, я, честно говоря, ничего не знаю о Марке Келли, как и ни о ком из этих мужчин ниже. Они не такие известные для неамериканцев. Джош Шапира, Рой Купер, Энди Бешир. Наверное, только американисты могут точно сказать биографию этих мужчин. Ну, опять-таки, я тоже не большой специалист, я не американист. Вот, я, кстати, не уверен, что обязательно возрастной. То, что белый мужчина, это наверняка. А вот что касается возрастного, я не уверен, потому что все-таки, ну, давайте все-таки положим руку на сердце и скажем, что Камала Харрис, когда ее постоянно почему-то называют молодым политиком, но девушке 59 лет. Вот, и, в общем, ну, я не... Красивейшая, плестящая выглядит, конечно, я бы никогда уже не... Нет, ну, слушайте, сейчас все изменилось, сейчас люди, там, в 50 лет или в 60 лет выглядят прекрасно, возможности поддерживать здоровье есть у людей, поэтому здесь все по-разному. Но главное другое, главное то, что... Вот я совершенно не уверен, что обязательно возрастной. Более того, я даже думаю, что все-таки то, что белый мужчина, это почти наверняка, ну, просто для того, чтобы не было ощущения, что вот какой-то гендерно-расовый перекос. Но молодой, не знаю, в смысле старый, не знаю, там, возрастной, совсем не обязательно. То есть, как у... Это, возможно, вариант, как у Дональда Трампа. То есть, там, до 40, Венсу, он же, я так понимаю, молодой мужчина, если загуглить, сколько Венсу лет, ну, то есть, это тоже быть молодой. Ну, ему 39, да. Да, ему 39. Нет, ну, в любом случае, вот эта гендерная характеристика, она не очень важна. А так, в принципе, у нее достаточно большой выбор. И здесь важно то, что это еще один козырь. То есть, там дальше будут, видимо, какие-то дебаты между двумя кандидатами в вице-президенты. То есть, на самом деле, много интересного нас ждет. Ну, и, как мне кажется, в целом, так сказать, какой-то даже... Я не хочу рисковать и говорить, что состоялся перелом в компании, переломный момент. Но, пожалуй, что да. Пожалуй, что компания начала двигаться не в сторону Трампа. По крайней мере, пока. Игорь Александрович, ну, вот, прежде чем мы с вами обсудим только некоторые детали, которые я подготовила, вот, есть такая конспирология. Значит, она возникла с появлением Барака Обамы. Барак Обама был, кстати, один из немногих, кто не поддержал Камалу Харрис. Не поддержал. То есть, ее поддержала Хиллари Клинтон, супруга, бывший президент США и бывший госсекретарь США. Ее поддержали Нэнси Пелоси, лидеры демократов. Но вот Барак Обама сказал, что подождите, нет, я считаю, что есть более лучшие кандидаты. Вот до 7 августа на съезде демократов мы можем его выбрать. Понятно, что уже после 80 миллионов за сутки, которые собрала Камала Харрис, тут без вариантов. Но просто интересный момент. Намекал ли он на свою супругу Мишель? И почему она вообще ничего не говорит? Хотя все говорили, что Мишель Обама может, может, может. И зачем, и почему вдруг Барак Обама, если его супруга никаким образом себя не проявила, вот так вот негативно отозвался у Камали Харрис? Как вы считаете? Я никак не считаю. Я не вижу здесь никакой глубокой подоплеки. Что касается Мишели Обама, то, насколько я знаю, что там она просто даже не выражала желания никакого и отказывалась. То есть, на самом деле, это вряд ли, что тут есть именно эта причина. Вот я думаю, что вот позиция Барака Обама – это какой-то факт его биографии. Потому что вряд ли на сегодняшний момент, когда действительно практически, на мой взгляд, просто единодушное мнение сторонников демократической партии, там свыше 90% сторонников демократической партии поддерживают выдвижение Камалы Харриса и Харриса. Поэтому, ну что тут может изменить мнение Барака Обама? Я думаю, что это, еще раз говорю, что это остается просто фактом его биографии. Все, и обсуждать тут нечего. Вероятность выдвижения Камалы Харриса, она просто очень близка к 100%. Здесь самое главное – это то, что, на самом деле, каким образом она построит свою компанию, насколько она сможет уверенно чувствовать себя в дебатах. Ну, все разговоры, там я слышал тоже разговоры, что вот она неопытная, что она, так сказать, косноязычная. Но, вы знаете, она в полном, в трезвом уме, в ясной памяти, человек, который был прокурором, а прокурор в Соединенных Штатах, это у нас прокурор может быть косноязычным, потому что здесь нет состязательности, а в Соединенных Штатах Америки, что прокурор, что адвокат – это два говоруна. И поэтому вряд ли, так сказать, может быть косноязычный прокурор. Поэтому я думаю, что Трампу предстоит очень тяжелая избирательная кампания. Игорь Александрович, я вот еще две сферы хотела бы с вами затронуть. Во-первых, это их риторика, она уже начинает проявляться, риторика двух конкурентов. Во-первых, Трамп оскорбил Камелу, он ее писал двумя словами, значит, в том числе, я так понимаю, прошу прощения, это дословный перевод – тупая и злая, если я не ошибаюсь. Это были такие, значит, две характеристики. Сама Камала Харрис искусно ответила Трампу на оскорбление. Она заявила, что, будучи прокурором, боролась с преступниками, насильниками и видала всяких жуликов и абьюзеров. И Трамп ей очень напоминает этот тип, поэтому с Трампом она хорошо заочно знакома. Как вы считаете, в каких формулировках будет эта кампания Трампа против Камала? То есть они будут использовать такие низкие приемы, организм, оскорбления в адрес друг друга, потому что вот уже первый день, и уже оскорбления, и уже реакция на эти оскорбления. Вы знаете, ну, поскольку тут одну сторону мы неплохо изучили на протяжении нескольких лет, то, что касается полемики Трампа, она предсказуема. Это будут оскорбления, это будут нападки, значит, это будет хамство, причем именно, так сказать, и по гендерному признаку и так далее. То есть это предсказать несложно. Что касается Камала Харрис, то я не знаю, какую линию она выберет. То есть у нее есть, на самом деле, на мой взгляд, три основные возможные какие-то позиции о панировании Трампа. Первая позиция – это модель «Я прокурор, ты преступник». Это первая модель, она достаточно очевидна. Вторая модель – это, значит, глобализм против изоляционализма. Это вторая модель, достаточно очевидная. А третья модель – это прогресс против консерватизма. То есть каждый, возможно, все три модели будут использованы, но какая-то будет главная. Я не готов сказать, какую она выберет. Ну вот тут многое. Опять-таки, конечно, я последний человек, который готов что-то советовать американским политикам, но мне кажется, что ввязываться в полемику, в перебранку с Трампом – это последнее дело. Я думаю, что если Трамп пойдет по пути оскорбления, он сам себя закопает. Потому что все-таки в Соединенных Штатах Америки, так сказать, очень чувствительно подавляющее большинство населения относится к вот такому хамству, к оскорблениям в адрес женщин, оскорблениям в адрес не белого населения, цветного населения. И поэтому, если будут прослеживаться вот такие вот вещи, то есть там с микроскопом смотрят на такого рода полемику. И то, что, например, в России совершенно нормально проходит, то в Соединенных Штатах Америки вызовет просто волну возмущения, и Трамп просто себя похоронит. Так что... Отвечать ему – это последнее дело. Это становиться с ним на одну доску. И я думаю, что очень важно, чтобы Харрис удержалась от перепалки. Игорь Александрович, прежде чем я еще подготовила реакцию российской пропаганды, потому что вы всегда блестяще оцениваете российскую пропаганду. И вот в завершение я подготовила ролик специально по Камале Харрис, который кремлевские медиа распространяют. Но прежде всего вот хотела бы вас, финализируя, задать вопрос. Вот когда была пара, тандем борьбы, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, победил Дональд Трамп, и очень многие, не просто там эксперты, социологи, но и американисты, сказали следующее. К сожалению, Америка пока еще не готова к женщине, президенту. И поэтому в той или иной мэре Трамп победил. Во-первых, согласны ли вы с такими заявлениями? Во-вторых, может ли это повториться? То есть может ли Дональд Трамп победить не потому, что он там лучше или хуже, а потому что он мужчина, а Камала Харрис – женщина, и пока что Америка не готова к женщине, президенту? Вы знаете, я не уверен в том, что и тогда это было правильно. Я, честно говоря, не думаю, что и в тот момент Трамп победил, потому что он мужчина, а Хиллари Клинтон проиграла, потому что она женщина. То, что, опять-таки, здесь, конечно, надо глубоко изучать социологические данные, но по крайней мере на тот период было очевидно, что раздражение вот этой вот глубинным государством, как в таких случаях называют, раздражение Вашингтонским болотом, раздражение вот этой вот, ну, фактически, чиновничьей Америки, которую представляла Хиллари Клинтон, оно было настолько велико, что, в общем-то, Трамп победил ее не как женщину, а как вот такого вот представителя вот этого безликого аппарата, который, так сказать, по мнению многих американцев душит Америку. Так что здесь гендерная составляющая, как мне кажется, если было, то немного. Но время прошло, все-таки прошло восемь лет. И, значит, с 16-го года, как мне кажется, в Америке только усилились настроения поддержки гендерного равенства, расового равенства. И на сегодняшний момент, ну, слушайте, когда Барак Обам остановился президентом, многие ли могли предположить, что в Соединенных Штатах Америки президент будет черный. Это же, ну, гигантский шаг. И здесь вот, ну, я бы в качестве ответа на ваш вопрос использовал арифметику. В Соединенных Штатах Америки все-таки женщин намного больше, чем черных. Да, если брать вот этот гендерный признак. Поэтому, если Соединенные Штаты Америки вполне допустили черного президента, то женщину с большей, то есть подавляющей, ну, как бы половина женщин. Почему в Америке, причем голосующих женщин, почему в Америке не может быть женщина президента? Я думаю, что это ошибочная позиция. Игорь Александрович, тут тоже такой момент. Мы знаем, что выступал Даггер Карлсон у Трампа в этих мероприятиях, где он выдвигал свою кандидатуру от эспликанской партии. И в том числе риторика Трампа, они говорят о том, что вот у Камала Харрис, она неадекватна, у нее неадекватный смех. Это риторика Дональда Трампа. И очень интересно, что российская пропаганда использует те же тезисы. Вот я подготовила фрагмент, где они считают, они, россияне, считают, что, напагандисты, что Камала Харрис ненормальна, потому что у нее ненормальный смех. И давайте посмотрим фрагмент. Президент Байден одобрил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис быть кандидатом в президенты от демократов в этом году. Поро. Компания Харрис набрала обороты еще накануне. Несколько крупных встреч с донорами партии, предвыборные митинги, блеклые, но уже самостоятельные. Только вчера мы видели все по телевизору. И это помимо всего остального. Мы что-то знаем и чего-то не знаем на основании того, что мы только что увидели. А если мы чего-то не видели, это не значит, что этого нет. Американцы ждут, что 81-летний лидер выйдет к телекамерам и сам объяснит им ситуацию. Вот что сказал он про Камалу. Как только мы вернем тебе Белый дом и отберем его у продажного Джои Камалы, я зову ее Хохотушка Камала. Вы слышали, как она смеется? Она сумасшедшая. По смеху человеку можно многое сказать. Она ненормальная. На всю голову. Так вот, это веселушка-хохотушка. Но в любом случае мы на дебатах хотя бы увидим знаменитые ораторские приемы Камалы Харрис, которые уже вошли в источник. Ну и дальше там огромное количество оскорблений. Вот как вы оцениваете? Вот уже пропаганда кремлевская в тандеме с Трампом. Ну, то, что кремлевская пропаганда в тандеме с Трампом, это не вчера родилось. Кремль, так сказать, очень всегда поддерживал Трампа. Кремль пил шампанское по поводу выборов в 2016 году. Кремль говорил, сейчас он заявляет о том, что для нас лучше Джо Байдена. Именно для того, чтобы утопить Джо Байдена, это было понятно. Что касается вот этого монтажа, понимаете, ну, можно нарезать какие-то фрагменты, вырвать из контекста какие-то фрагменты. Ну, и практически любого человека, кроме мертвеца, можно изобразить идиотом, да, то есть вырвать какие-то эмоциональную реакцию на что-то и изобразить определенное выражение лица, тоже поднарезать. Ну, уж если говорить о вот этом персонаже, который вы показали, я имею в виду Соловьева, то монтаж его грима, скривляний, ора и идиотизмов можно сделать таким образом, что ни одна больница его не примет. Вот, поэтому тут уж чья бы корова. Вот, что касается Трампа, то же самое. Там тоже можно много чего понарезать и тоже, так сказать, отправить его либо сразу в тюрьму, либо в сумасшедший дом. Поэтому то, что Трамп переходит к оскорблениям, это не новость. То, что эти оскорбления повторяет российская пропаганда, тоже не новость. Но, на мой взгляд, здесь, ну, это скорее хорошо, чем плохо. Это означает, что других аргументов нет. Поэтому, еще раз подчеркиваю, все впереди. А то, что Камала Харрис живой человек с нормальными человеческими реакциями, подавляющее большинство граждан Соединенных Штатов Америки, я думаю, что оценят это по заслугу. Да, на самом деле юмор и смех – это признак здоровой психики. Красивая, светлая женщина искренне смеется. И мне, например, очень приятно наблюдать. У меня улыбка на лице, когда я вижу эти кадры, счастливую, теплую, адекватную, нормальную женщину, живую, а не какого-то фрика. И, знаете, этого террориума политического. Я уверена, что российские политики вообще не способны так смеяться и быть такими искренними, как Камала Харрис. Уважаемая аудитория, спасибо вам, что вы были с нами. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Игоря Александровича Яковенко. Подпишитесь на мой YouTube-канал «Дай счастливы» и напишите в комментариях вашу оценку событий в Америке, ваш взгляд. Напишите несколько теплых слов в поддержку Украины. Игорь Александрович, благодарю вас и традиционно говорю вам до следующей недели. Надеюсь, что мы с вами встретимся. Спасибо, Дарья. Берегите, пожалуйста, себя. До встречи.